Если вы чего-то не можете вспомнить, то может быть и не стоит этого вспоминать. Привет, друзья! С вами программа «Парусный спорт» и сегодня мы подведем итоги уходящего года. И несмотря на все его трудности, нам есть что вспомнить и чему порадоваться. Безусловно, прошедший сезон получился непростым, потерявшим свою целостность. А ведь первые регаты для наших яхтсменов получились невероятно удачными. Первый чемпионат мира этого года сразу же принес России золотую медаль. Даниил Круцких завоевал золото в классе «Лазер Радиал», и такая вершина не покорялась ни одному российскому яхтсмену. Успех стал настолько резонансным, что Даниила поздравил президент России Владимир Путин, отправив поздравительную телеграмму. В элитарном классе TP-52 старт сезона пришелся на экзотический Кейптаун. Изрядно обновив состав, российская команда «Броненосец» начала суперсерию весьма неплохо. Четвертое место на этапе с минимальными отставаниями дополнила победа в одной из гонок. Увы, первый этап серии остался и последним. А жаль, состав «Броненосца» позволял бороться за самые высокие места. Зато в классе «Дракон» успели завершить зимнюю серию, и здесь не было равных рок-н-ролли Дмитрия Самохина. За всю серию российский экипаж набрал аж 46 очков. Чуть позже на престижнейшей регате «Кан-Гран-при» блистал уже другой российский экипаж. Анатолий Логинов на «Анапурне» с четырьмя первыми приходами был вне конкуренции. И как же обидно, что следующий за этой регатой чемпионат Европы так и остался в наших честолюбивых планах. На старте сезона не сидели без дела и юные яхтмены. Регата «Оптиоранж» за несколько лет превратилась в одну из крупнейших в классе «Оптимист». Вот и на этот раз будущие звезды европейского парусного спорта свои первые международные старты провели в Валенсии. И здесь не обошлось без российской медали. Никита Черных выступил сверхстабильно, что и принесло ему заслуженное третье место. До закрытия границы и отмены всех летних регат успели мы порадоваться еще одному блестящему выступлению российской команды. В классе «Мелжес-20» последний этап зимней серии проходил в Майами. Игорь Рытов со своими русскими богатырями успел закрыть серию, взять четвертое место и этим результатом оформить победу в общем зачете зимней серии класса. На этом же этапе в усеченном составе Ника Владимира Просихина добыла бронзу. В общем, на вынужденные каникулы мы уходили с солидным победным багажом. В период карантина российские спортсмены развлекались виртуальным яхтингом, с грустью подсчитывая количество отмененных регат. И пусть часть из них действительно не прошли. В нашей организации стартовала самая важная гонка, определяющая жизнь в ФПС на ближайшие несколько лет. Речь, конечно же, идет о выборах президента организации. Более месяца шло обсуждение кандидатов и, наконец, на пост президента был избран Сергей Джейнбаев. Как только появилась возможность проведения регат, российские акватории запестрели яркими парусами. И вы не представляете, за это короткое время провели практически все чемпионаты России и первенство России практически во всех классах. И, конечно же, главным стартом стал чемпионат в олимпийских классах. Как всегда, эта регата собрала всех лучших и, конечно же, не обошлось без неожиданностей. К примеру, в классе «Лазар» казалось бы незыблемый лидер сборной Сергей Комиссаров уступил в первую строчку Даниилу Круцких. А лучшая яхтсменка России прошлого года Яна Резникова сумела завоевать лишь бронзу в классе «РСХ» у женщин. Возможности международных стартов были, конечно, на порядок ниже. Но там, где удавалось выступать, наши экипажи выглядели невероятно достойно. В финале «Сейлинг Чемпионс Лиг» мы были представлены всего одним экипажем. До порта «Черва» добрался лишь прошлогодний чемпион НПЛ – чеченский Ахмад. Дебютировавшие в Лиге россияне не стушевались, вышли в финальную серию, имели шансы на победу, но остановились лишь на четвертой строчке. Зато на чемпионате мира с 1-1 дизайн «Скорпиус» Дмитрия Рыболовлева завоевал бронзовую медаль. И кроме того, «Роско» Тимофея Шбанкова отметилась на престижнейший «Ролекс Миддл Си Рейс», таким образом отметившись в офшорных гонках. Последний значимый для нас успех случился совсем недавно. В Португалии завершился чемпионат Европы в классе «РСХ». На этом соревновании разыгрывались последние лицензии на Олимпийские игры. И если у женщин подобное право мы завоевали ранее, то у мужчин все решалось, что называется, на флажке. Сочинец Александр Аскеров буквально вцепился в предоставленный шанс и завоевал заветную путевку. Эта лицензия стала пятой для России на предстоящих играх в Токио. Финальная точка этого непростого сезона была поставлена именно здесь, в Севастополе, на самом престижном внутреннем соревновании России. Национальная парусная лига этого года получилась невероятно яркой, насыщенной, с непредсказуемым финалом. Севастополе В этом году Национальная парусная лига создала настоящий севастопольский триптик. Именно три этапа лиги, прошедшие в этом городе, решили судьбу чемпионства. После победного дубля в начале сезона чеченский Ахмат, казалось бы, уверенно шел ко второй победе по итогам сезона. Но затем действующим чемпионам НПЛ пришлось выбирать. Для нашей команды, конечно, был приоритет это участие в финале Европейской лиги, это не обсуждается даже. Так получилось, некоторые этапы Национальной парусной лиги совпадали с финалом Европейской лиги чемпионов. Конечно, для нас Европейский финал это приоритет, и для нас была задача в первую очередь там выступать. Мы вынуждены были поставить молодежную команду на эти этапы на Национальной лиге. Замена пришлась на два севастопольских этапа, и по его итогам Ахмат потерял лидерство в общем зачете. Расклад перед гранд-финалом получался невероятно интригующим. Конечно, соперники все, но самые ближайшие это две команды, это Зидарт и Калипса, топ-синская команда. У нас там расстояние между нами, там буквально один балл у трех команд, и, конечно, в первую очередь подиум будет разыгрываться между этими командами. Конечно, больше всего мы будем опасаться Ахмата, потому что очень сильная команда, победители прошлого сезона, очень хорошие спортсмены, Калипса не хуже. Мы будем держаться на третьем месте, мы мечтаем на первое, будем бороться за это дело, и, в общем, шансы всегда есть, и я думаю, что сможем реализовать, если все будем делать правильно. Ахмат, Сидарт и Калипса на гранд-финале вели борьбу, что называется, на двух фронтах. Присматриваясь к соперникам по общему зачету, нужно было побеждать здесь и сейчас, в последней решающей регате сезона. Первый день не радовал стабильными ветрами участников, и по итогам четырех гонок на первое место вышел Зидарт. Во второй гонке дня вообще сошлись все главные претенденты. В этой локальной битве Зидарт победил, Ахмат стал третьим, а Калипса провалилась, заняв шестое место. Есть определенные секреты. Это достаточно долго быть вместе. Это основной, я думаю, основной секрет о хорошем выступлении на соревнованиях и в победах, значит, это команда. Во-первых, никого не надо бояться, значит, надо гонять свою гонку, да, и идти на победу. А там, ну, как повезет. Запомним эти слова Зорана о везении. Во второй день удача совсем отвернулась от Зидарта. Команда буквально посыпалась, уступив первое место не только в регате, но и в общем зачете. Зато похвальную стабильность демонстрировал Артюк Валерий Коваленко. Эта команда хоть и не претендовала на победу в общем зачете, зато локальную борьбу навязать сумела. Второе место по итогам двух дней – прекрасное тому подтверждение. В общем, в принципе, все нормально, да, складывается. Неплохо. Цель на этом этапе быть, ну, в троечке хотя бы, удержаться, думаем. На расклад никак не повлияет, так как мы пропустили два этапа, поэтому мы не боремся за оверолл. Так что мы расслаблены, там, гоняемся. На этом этапе показываем, как бы, самые, стараемся показать высокие результаты. На текущее первое место вышла «Калипсо», феноменально отгонявшись в последних стартах дня. Три первых прихода позволили Максиму Таранову возглавить регату. Последние крайние гонки сегодняшнего дня так просто как-то немножко больше смелости уже отпустило. Именно вот это волнение, ответственность немножко отошла. И уже стали экспериментировать, уже смелее стал ходить туда, куда хочу. В общем, я думаю, что это причина. Завтра гоночный день, так что будем вас пальчики держать. Несмотря на текущее первое место в общем зачете, то Апсинский коллектив остался третьим, проигрывая первым двум командам меньше балла. Зато Ахмат, начав второй день ни шатка, ни валка, провел работу над ошибками и сумел отодвинуть с вершины Зидар. Да, сегодня день выдался немножко напряженный. Первые две гонки мы отгонялись хорошо. Когда у нас было три гонки подряд, да, здесь мы немножко сдали, сдали позиции. Немножко, наверное, перенервничали, потому что понимаем, что от сегодняшних гонок очень многое зависело. И, соответственно, на берегу уже провели работу. И, как вы видели, в дальнейшем команда восстановилась. Команда хорошо прошла дальнейшие гонки, и мы немножко подтянулись к лидерам. Расклады перед последним днем были просто невероятны. Подвинуть Калипса в регате могли и Артюб, и Академия парусного спорта и Ахклуба Санкт-Петербурга, и повелители паруса Азия. В борьбе за итоговое чемпионство Ахмат, Зидарт и Калипса шли с микроскопическим разрывом. И здесь самое время вспомнить слова Зорана Пауновича о везении. Как в мультике «Самшоки», да? Не знаю, чудо. Сегодня действительно много условностей надо было выполнить, чтобы выиграть вообще сезон лиги. Надо было, чтобы гонки вообще случились, чтобы мы выиграли в нашей гонке, чтобы вторая произошла, чтобы во второй наши соперники плохо отгонялись. И на этом все должно было закончиться. Ну, мы получили пеналь. Я думаю, причина вся была именно в этом. Не увидели лодку с левой стороны, которая к нам подходила. Естественно, по правилам класса должны были вступить. Естественно, ампайры нам дали баранку, и мы потеряли лидерство в этой гонке. Может, это божья воля. Спасибо действительно случаю за это. Оно так случилось. Я думаю, что незаслуженно выиграли этот сезон. Действительно хорошо гонялись, хорошая команда. Но и, естественно, без везения не обошлось. Вот это показало сегодняшний день. Мастерство и везение помогли Зидар стать чемпионами по итогам сезона. В начале дня Зоран Пулнович выиграл свой старт, и теперь от него уже ничего не зависело. Удивительно, но Ахмад совершил ровно такую же ошибку, как и в финале Европейской Лиги Чемпионов. Вслед за удачным стартом команда получила пенальти на верхнем знаке и проиграла гонку. Обе команды, безусловно, заслуживали чемпионство. И хочется сказать спасибо за столь яркую борьбу, которую они нам подарили. Ну а что же Калипсо? Удачно отгоняв накануне, на третий день в противостоянии с Зидартом Максим Таранов пришел лишь четвертым. И так же, как и Зоран Пулнович, с волнением ждал последней гонки, где и решалась судьба всей регаты. Все три преследователя тоапсинцев сошлись в этом старте. Любой побеждавший в гонке автоматически становился и победителем всей регаты. Видимо, увлекшись локальной борьбой, друг с другом все трое не смогли занять ни первое, ни даже второе место. И как следствие, Максим Таранов сохранил лидерство в гранд-финале и взял второй подряд этап национальной парусной лиги. Ну, тем не менее, сложилось как сложилось. Мы на первом месте в этапе, но общий зачет, конечно, на третьем месте ничего не изменилось. Только изменился лидер. А, даже у них тоже ничего не изменилось. Так сложились звезды. Ну, я не буду говорить, что мы там какие-то суперкрутые. Первых мест было совсем мало, нам хочется больше. И на самом деле хочется золота, побыстрее на него забраться. Мы не столько вырвали места, сколько потеряли второе место. Поэтому про борьбу сложно что-то сказать. Но в целом, да, прошел достаточно хорошо. Было мало ветра, хотелось бы побольше. Но гонки состоялись. Ну, с удовольствием. В яркой борьбе завершилась последняя регата 2020 года. Знаменательно, что закрывал сезон флагманский проект Всероссийской Федерации парусного спорта. И именно президент нашей федерации прямо сейчас поделится планами организации на следующий год и подведет краткие итоги года прошедшего. Год был путанный, тяжелый для всей страны, для всего мира. Но, как говорится, худо без добра не бывает. И парусный спорт в России задышал. Да, там первая половина года была тяжелая. Все сидели дома на карантине, соскучились по воде, по развлечениям, вообще по романтике. И, естественно, как только дали старт или открыли ворота, народ дружно побежал, в том числе и в парусный спорт. И многие, кто в свое время ездил за границу или посещал, так скажем, парусные регаты на Черном море, они вернулись домой и обширно, или, так скажем, бурно начал развиваться парусный спорт. Ну, последние два года я очень активно, и Федерация, естественно, работает с программой импортозамещения. Вот, это поручение правительства, и с Минпромторгом тесно мы сотрудничаем. Я и Сергей Московцев уже два года входят в экспертный совет по импортозамещению. То есть сейчас мы, так скажем, активно продвигаем и близимся к завершению. И я думаю, что это первые 750 оптимистов выйдут все-таки на российский рынок и будут по этой программе розданы во все регионы России. Верфи развиваются в этом плане. Появился флот «Ракета» в России, появился флот «МХ-700», естественно, «МК» там, «ГП-26». Поэтому, я думаю, в этом году мы наладили производство, возобновили, так скажем, возродили производство 420 спортивных лодок. Очень активно развивается класс «Луч», там также исторически в России. Поэтому, я думаю, что мы все-таки качественно перерастем в гонке на российских лодках. Мы достаточно долго ведем разговоры и на президиуме, и внутри федерации, естественно, с ассоциациями, и с членами федерации. О создании какого-то продукта и вообще развития, не то что развития членства, да, интереса среди членов федерации. Зачем нужен парусный спорт, зачем нужна федерация, что она делает. И у многих, конечно, есть скептическое мнение, но я скажу, что федерация – это тот продукт, который пользуются все, и федерация – это все мы. В настоящее время то, что мы делали последние 12 лет, и политика федерации, естественно, я ее планирую продолжать. В конечном итоге собственник лодки, который пришел, да, неважно, то есть он гоняется или занимается туризмом, он не хочет и не должен быть озабочен всеми проблемами, которые на него сваливаются. Да, большой пласт – это проблем законодательства. То есть некоторые правила в парусном спорте или мореходство действуют от положения софт-наркома 1935 года. Поэтому, я думаю, президиумы, федерации, естественно, наблюдательные советы, те люди, которые сейчас пришли в наблюдательный совет и в президиумы федерации, будут активно заниматься и улучшать законодательство в развитии туризма. Тем более мы вошли в программу «Нацпроект как яхтенный туризм». И мы не должны оставаться в стороне, да, ни мы, ни, так скажем, все члены федерации. Несмотря на то, что в России наступила зима, мы не останавливаемся. Для многих ошибочно, что парусный спорт – это только летние виды спорта. То есть летние виды парусного спорта. Активно развиваются кайтсерфинг, зимний, виндсерфинг, буерный спорт. Ну, естественно, надо отметить, что Краснодарский край нас принял очень хорошо и дрожелюбно. Это не только Краснодарский край и Республика Крым. То есть мы проводим не только, так скажем, туристические регаты, но и профессиональные регаты проходят. Собрался чартерный флот в Анапе, в Геленджике, в Сочи, в Севастополе. И Санкт-Петербург, Москва, Екатеринбург, ну, вся Россия, Владивосток активно участвуют, приезжают и гоняются. Это, естественно, город Севастополь тоже, так скажем, образовался очень большой флот МХ-700. СБ-20, ну, так как теплое море у нас одно, активно продолжается и развивается. Ну, основные итоги мы подведем на их смену России 2020. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Друзья, все мы помним яркие и красочные церемонии общественной премии «Яхтсмен России». Именно на таких торжественных мероприятиях Всероссийская Федерация Парусного Спорта и подводила итоги уходящего года. А вручение премии «Яхтсмен России» и «Яхтсменка России» становились просто вишенкой на большом и красочном пироге уходящего сезона. В этом году, к сожалению, по всем известным причинам церемонию пришлось отменить, но это не значит, что страна не узнает своих героев. Более месяца назад соучредители премии Всероссийская Федерация Парусного Спорта и большой друг «Яхтсменов» компания «Совкомфлот» начали процедуру общественного голосования. Тогда выдвинуть номинанта, либо проголосовать за понравившегося кандидата мог любой член ВФПС. И вот буквально несколько дней назад завершилось то самое общественное голосование, по итогам которого были сформированы шорт-листы в номинациях «Яхтсменка России» и «Яхтсмен России». В номинации «Яхтсменка России-2020» в шорт-лист вошли. Ирина Грачева в 2020 году показала выдающиеся результаты, стала чемпионкой многоэтапного открытого чемпионата Франции в классе мини в дивизионе «Проту». Впервые в истории класса абсолютной чемпионкой стала девушка и возглавила рейтинг класса. Мария Кислухина в прошлом и в этом году заняла первое место в чемпионате России в олимпийском классе «Яхт» «Лазер-Радиал». Варвара Юрьева стала победительницей двух подряд крупнейших и важнейших регат класса «Оптимист» 30-й геленджикской регаты и первенства России. Ну и пришло время узнать, кто же победил в номинации «Яхтсменка России-2020». А ты догадываешься, зачем мы тебе позвонили? Догадываюсь. Ну тогда не будем тянуть. Ирина Грачева «Яхтсменка России-2020»! Ирочка, это тебе. Мы тебе обязательно вручим. Я думаю, как только ты приедешь в Россию или мы появимся где-то там поближе. В общем, будет храниться у меня. Обязательно тебе передадим. Расскажи, пожалуйста, какие у тебя впечатления? Ой, ну супер, супер, супер. Я не ожидала. Вообще не ожидала. Для меня это большая-большая-большая радость. И очень грустно, с одной стороны, что не могу разделить ее с вами лично, что не могу ее лично разделить со всеми болельщиками, с зрителями проекта, с яхтсменами нашими российскими. Но, с другой стороны, в этот ковидный год, это как-то год и так был непростой. И получить такой приз в самый непростой год для меня большая радость и мотивация двигаться дальше. Ира, ну и коротко подведи итоги сезона. Какое вообще главное, самое яркое событие для тебя произошло в этом нелегком 2020 году? Ну, наверное, самое яркое и главное событие, что для меня сезон все-таки состоялся. Вот. И из-за ковида нам пришлось весь гоночный наш сезон уложить в два, фактически, месяца. Поэтому гонки были нон-стоп. И в какой-то момент я уже такая немножко потерялась, что это... Я уже не понимала, какая это гонка, что мы тут делаем и что вообще происходит. Но в итоге рада добраться до конца этого марафона. С таким замечательным призом. Ну что, Ирина Грачева, яхтсменка России 2020. Супер! Ура! Поздравляем тебя еще раз. Поздравляем и надеемся скоро увидеть. Пока, дорогая. И если у женщин Ирина Грачева выглядела явным фаворитом, то у мужчин была борьба гораздо серьезнее. Ведь в число номинантов вошло целых два чемпиона мира и спортсмен, завоевавший долгожданную олимпийскую лицензию. В шорт-лист номинации «Яхтсмен России 2020» вошли Сергей Авдонин, звезда реального и виртуального яхтинга, победитель национального чемпионата в ФПС и всех четырех этапов RC44 Virtual Cup. В нынешнем году в составе различных команд Сергей завоевал серебро чемпионата России в классе G70, золото четвертого этапа НПЛ, золото финала Тензер Кап и серии Wednesday Night Race. Александр Аскеров, чемпион России в олимпийском классе виндсерфинг RSX 2019 и 2020 года, в этом сезоне завоевал олимпийскую лицензию класса RSX на игры в Токио. Даниил Круцких в сезоне 2020 стал чемпионом России в олимпийском классе лазер. В начале 2020 года Даниил завоевал золотую медаль чемпионата мира в классе лазер-радиал в Австралии, став первым российским спортсменом, которому удалось победить на чемпионате мира в данной дисциплине. Друзья, пришло время узнать, кто же победил в номинации «Яхтсмен России 2020». «Яхтсмен России 2020» Даниил Круцкий! О-о-о! Поздравляем, Даник, поздравляем тебя! Этот приствой будет ждать тебя в Питере, как только приедешь, сразу передадим. Как ощущения, как впечатления? Да, все круто, отлично, очень рад. Всем спасибо, кто поддерживал. Хочу поблагодарить свою команду «Крестовский остров», компанию «Трансбункер», также команду «Фантастика» за помощь мне во всем. Отдельно хочу отметить своих тренеров. Это Владимир Николаевич и Диана Юрьевна Круцких. Без них ничего бы этого не было. Еще раз все круто. Всем спасибо. И поделись самым ярким впечатлением уходящего сезона. Участие сезона? Да, наверное, оно было в самом начале сезона. Это чемпионат мира в Австралии. Протекало по сильным ветрам. Все было круто. Волны, ветер. Там было намного лучше, чем здесь. Даник, ну что, мы тебе желаем удачи дальше. Уверен, что огромное будущее у тебя впереди. Уже столько заслуг. Их смен России 2020. Мы рады, что, в общем, хоть и неочно, да, ни в большом зале, ни при огромном скоплении людей тебя поздравляем. Вот так вот яхтсмен России был на удаленке в этом сезоне. Шлем тебе огромный привет от всех, кто смотрит программу «Парусный спорт». Сейчас на канале «Мать страна». Обнимаем тебя. Пока. Хороших тебе тренировок. Друзья, программа «Парусный спорт» готова перевернуть последнюю страницу уходящего года. И пусть в этой книге были пропущены целые главы, но запомнятся, безусловно, самые яркие моменты. Впереди новый 2021 год, в котором мы будем радоваться нашим победам и наслаждаться самым красивым и романтичным видом спорта. А в этом году у нас все. Ходите под парусом. Любите парусный спорт. С Новым годом. Пока.